Пирожки – отличное подспорье для подкрепления сил, идущих по пешеходному мосту. Все вырученные с продажи хлебобулочных изделий и средства идут на содержание временного храма в Павшинской пойме. Он деревянный и, по словам настоятеля, не слишком заметный. Но, тем не менее, у местного населения очень даже востребован. Во время службы здесь умещаются более ста человек. Находиться в тесноте да не в обиде осталось недолго. Новая, пока только строящаяся святыня, будет видна издалека. В чем будет изюминка строения, этот секрет пока не раскрывается. Говорят, задумка архитектора Аболенского удивит многих. Тем интереснее ждать открытия храма. А вот вторую особенность настоятель не скрывает – нижний храм будет крестильным. В центре храма будет находиться купель большая. Поэтому, конечно, тоже большая радость и вообще для жителей Красногорского района, особенно для тех, кто хочет, чтобы крестильное не просто, значит, вот было именно как таинство, а еще, чтобы это было красиво. В принципе, для верующих человека, конечно, особо разницы нет. Но и раньше всегда старались такое очень важное событие в жизни человека, как крещение, чтобы было красивое. Внутри обитель украсит фресками в византийском и старорусском стиле. Здесь никаких ноу-хау не планируется. Привычная обстановка – строгая и торжественная. Огораживать территорию тоже не станут. Вокруг будет парк с садами, с дорожечками, с лавочками, деревья. И храм просто будет прямо в центре стоять. На этом мы сами настаивали. В принципе, хотели и проектировщики, чтобы был забор. Ну, вот общаюсь с самым жителем Павшинской поймы. Люди именно просили, чтобы не было забора. С этим согласен. В Павшинской пойме так мало зеленого места. В будущем здесь откроют и воскресную школу для детей. А пока рабочие трудятся в три смены – днём и ночью. Уже возведены стены технического этажа из телебата. В процессе строительства – верхний храм. В декабре в здании приступят к отделочным работам. Ну а первую службу в новой церкви планируется провести уже следующим летом. Благо, от намеченного графика возведение объекта не отстаёт.